Книга «Открытым оком», том 2, тема «Потеряевка», вопрос 894. Разочаровались ли вы, начав строить Потеряевку в людях, поселившись там? Если были какие-то упущения, то возможно ли выправить дело? На примере Потеряевки могут многие учиться, с чего начинать и как выправлять, отвечает Игнатий Тихонович Латкин. На эту тему я написал статью и предлагаю ее вам прослушать. А живут ли кости синие? Иезекииля, 37 глава. За грехи живших ранее и живущих ныне, за отступление от заповеди Господних Бог отдавал в плен богоизбранный народ свой, переселял их в страну далекую, в горькое рабство. На родине был пустырь, все зарастало и, казалось, не было надежды на возрождение. Проходило время, и некоторые из рассеянных приходили в осознание беды, горько раскаивали, в стадеянном плакали и умилостивляли Бога. Бог умечал сердца правящих над ними, давалось постановление на восстановление, на возврат на родину. И вновь на развалинах среди кустарника и крапивы ставилась первая палатка, получен был статус, собирались изгнанники. Начиналось медленно оказавшееся вначале безнадежным восстановление. Окрестные народы вопрошали, неужели ли у них что-то получится, неужели они построятся, а живут ли кости сии? Запустение, подобно огромному полю сухих костей, постов и бывших скаманных стен, капища, клуба. Но главное люди, возвращающиеся на родину или впервые приехавшие на поселение, кто они? Достойны ли столь великой миссии возрождения, восстановления на основе Библии, на фундаменте христианских правоклавных? Благочестивы старинных русских обычаев, характер людей, их привычки, наклонности, коммуникабельность, все это они привезут из халдейского плена. Нрав безбожия, безразличие, плотолюбие, животные инстинкты выживания, дай, дай, это начнет прорастать и пуститься с первых же дней. Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал, и издевался над иудеями и говорил, Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха и притом пожженных? Неемия 4-5 главы Оживут ли кости и их? Люди, как скелеты, ободраны грехом, нет порядочности, истинной веры, страха Божия, растленная совесть, корыстолюбие, забота только о пропитании себя и своих детей, приводит к ропоту угнетаемых своими же. И это при самом начале восстановления стен, чтобы оградить себя от вражеского окружения. Стена заповеди Божии, устав, принятый к исполнению. Что делать? Только решительные меры, беспрецедентной строгости, дисциплины, наказания, ездры и неемии поселенцев остановили распад и ропот, позволили возвыситься над бедностью, над нуждой. Грехи были всякие разные, но такого, чтобы свои на своих доносили, давали показания против своих, открывали тайны врагам, мирским судьям, стучали, сексотничали, а таком нет даже намека ни в Библии, ни в житиях святых. Имя таких отщепенцев, предателей, иуды. И во всех народах, во всех религиях мира, во всех военных и религиозных организациях с такими поступают одинаково. Изгнание, предание анафеме, уничтожение, проклятие. В наше время, когда три поколения подряд с 1917 года уродовали, насаждали из пеленок в душах подлость, наушничество, доносительство, ныне этого взросло до совершенно немыслых пределов. Поколение с изуродованной, изнасилованной душой, искореженной психикой. Люди-мутанты, звери-манкурты, животолюбивые, животолюбные утробы. И ни один доик и думеянин доносит царю-деспоту, власти на помазанника Божия. Но целая страна наушников и саглетаев. А живут ли кости сиев? А живут ли кости сиев? Псалом 51, 1 книга царств 9, 23, 9 по 23 стихи. Убито было по доносу пришельца и на племенника, им же самим, 85 священнослужителей. Их жены и дети, весь скот, узнав об уничтожении этого священнического города, Номва, Давид сгоряча воскликнул. Я знал в тот день, когда там был доик и думеянин, что он непременно донесет Саулу. Я виновен во всех душах. В чем была вина Давида? Есть такой саглядатой, если такой саглядатой оказывается среди верующих, что же делать остальным? Ибо жить нормальной, открытой, свободной жизнью совершенно невозможно. Согменная фигура наушника маячится каждым углом. Остается ли все бросить и уехать? Или замкнуться, затаиться, чтобы этот стервец не пронюхал, не донес? Остается бояться его, как колдуна на деревенской свадьбе? Картина Максимова. Чтобы он не сделал какую-либо пакость, задаривать человека, увещевать, говорить ему, что он друг и вполне порядочный человек. Пока наушник свободен в действиях, мира в поселениях не будет. Он как плесень, как чума и зараза будет язвить и клепать, нашептывать и сквернить. Наушник разлучает друзей. Притча 16.28. Слова наушника как лакомство. Притча 18.8. Он желанный гость в сельсовете и в районе, у недруков в городе и у иритиков, у всех недовольных и ропотников. Они ждут, не дождутся, когда он приедет на исповедь с ушатами блевотины и грязи. Исайя 28.8. Ибо все столы наполнены отвратительными и блевотинами. Нет чистого места. Где нет наушника, раздор утихает. Притча 26.20. Не прослыви наушником. Сирахов. 15.16. Наушник отскверняет душу свою. Сирахов 21.31. Наушник и двоязычный проклятый. Сирахов 28.15. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его, но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Салом 36.32-33 стихи. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные сынов человеческих возвысились. Салом 11.7. Он как лазучик подсматривает падение. Сирахов 11.30. Они злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои и язык их, расхаживают по земле. Салом 72.9. Кто разглашает клевету, тот глуп. Притча 10.18. Стыдись разглашения слов тайных. Сирахов 41.29. И он будет оправдывать все свои мерзостные дела, доносительство и очерительство кровной обидой на кого-то, что будто бы ему кто-то что-то не додал, не доплатил, обманул его. Мне известны десятки тысяч преступников, и я еще ни одного не встретил, кто не оправдывал бы своей мерзости. Грабь награбленная. Лозунг Ульянова Володи. Ты не грабишь, а берешь свое, то, что не додал тебе, мироед, купчина, фабрикант, ты берешь свое. Запомни, берешь свое, недоплаченное тебе, и поэтому заграбешь немущейся совестью. Маньяк, изнасиловавший и задушивший шестилетнюю девочку, кнул ее ногой. Стерва! Зачем они надели на тебя такое красивое платье и сережки? Самооправданию, начнему еще в раю, конца пока не предвидится. Язык глупого гибель для него. Притча 18.7. Гибель вымышляет язык твой. Солом 51.4. Таит зло под языком своим. Сосет его. Иова. 20 глава. 12-16 стихи. Эти кляузники говорят языком нашим, переселим. Солом 11.5. Соглядатая, безбожники, блудники, вероотступники считают своим, потому что с сынами чужих они в общении. Исайя 2.6. Потому что сам он стал чужим среди поселенцев. Про чужом не делай тайного. Серахов 8.21. Посели в доме твоем чужого, и он сделает тебя чужим. Серахов 11.4. Уста многоречивых рассказывает чужое. Серахов 21.28. Птицы слетают к подобным себе. Серахов 27.9. Всякая плоть соединяется по роду своему, и человек клепляется к подобным себе. Какое общение у волка с ягнемоком, так и у грешника с благочестивым. Серахов 13.20. К такому во двор будут заходить, стекаться все недовольные, любодеи, пьяницы, воры и лиходеи. Он же будет сквернить и пачкать доброе имя езды и неемии, вдохновителей восстановления, оживления поля полного сухих костей. Посмотри, у кого они исповедуются. Если совесть испепелена, если поток ненависти застилает глаза, то люди эти, как изгарь, несутся в пропасть. Псалом 118.119. Яд у них, как яд змеи. Псалом 57.5.139.4. Когда они выступают на суде в окружении друзей, уже свидетелей, единым фронтом, с ретиками и развратниками, язык их исполнен смертоносного яда. Иакова 3.8. Нет головы ядовития головы змеиной. Можно перенесть всякую злость, только не злость женскую. Горче смерти женщины. Серахов 25. Стихи с 15 по 21. Экклесиаст 7.26. Женщина – самое опасное, злоежзычное, ядовитое создание. Но, оказывается, есть еще более опасная тварь. Это ее муж, когда слушает эту пронебливую язовель, кислотную бочку. Третий царь с 21.11. Она найдет послушных уже свидетелей. Даст им программу. Что говорит на суде, чтобы добыть понравившееся чужое поле. Виноградник, урожай пшеницы. Здесь ядовитость и неукротимая злоба жены соединена с физической силой мужа. Не злословь раба пред господином его, чтобы он не проклял тебя, и ты не оставался виноватым. Притча 30.10. Жена даст оправдание любого поступка мужа, говоря. Еще надо разобраться, чем вызвано такое поведение Ахава. Слово Божие предупреждает, я не оправдываю беззаконников. Исход 27. А жена оправдывает, говоря. Это еще надо разобраться, кто из нас беззаконник. И оправдывается словами бесполезными. Иов 15.3. Оправдывающий нечестивого мерзость. Притча 17.15. Лука 10.29. Нет причин, оправдывающая открытие тайны и доносительства. Сирахова 7.5.10.32.13.26.23.13. Оправдывать зло, подлость, есть намного больше зло и подлость, чем совершение зла и подлости. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам и укавам для извинения дел греховных вместе с людьми, делающим беззаконие. И да не вкушу я от сластей их. Пусть наказывает меня праведник. Это милость. Пусть обличает меня это лучший елей, который не повредит в голове моей. Но мольбы мои против злодейских. Псалтир 140 стихи с 3 по 5. 2 Коринфянам 7.11. Боящиеся Господа найдут суд и как свет вожгут правосудие. Человек грешный уклоняется от обличений и находит извинения согласно желаниям своим. Сирахова 32 глава с 18 по 19 стихи. Лжи свидетели, наушники и кривитники приготовили сеть ногам моим. Душа моя поникла. Выкопали передо мной яму и сами упали в нее. Псалон 56 стихи. Игнатий Лаптин. 26 марта 2001 года. Город Барнаул. Вот и выкопали передо мной яму.